Джозеф Байден, председатель Сенатского комитета по внешней политике, сенатор штата Делавер, 47-й вице-президент США, 46-й президент Соединенных Штатов Америки. Этот выпуск будет о предвыборных обещаниях относительно внешнеполитического вектора Соединенных Штатов. Любителям российской величественности и самовлюбленности рекомендуем поставить на паузу или вовсе закрыть этот ролик. Речь пойдет вразрез вашим представлениям о мире или, как вам ближе, о войне. Итак, Джо Байден. Я сделаю Украину приоритетом международной политики. Это будет витрина и пример западных ценностей. Европейский союз должен начинаться и заканчиваться там, где украинцы граничат с россиянами. Однажды мы помогли Германии. Сегодня этой помощи ждут украинцы. В экономической сфере мы увеличим до невиданных ранее объемов западных прямых инвестиций. Будем способствовать поддержке энергетической независимости Украины. Помощь США Украине будет предоставляться на условиях антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов. Такая сделка будет взаимовыгодной. Я также расширил бы успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы Байдена. Нужна поддержка более мощной роли США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен большой рычаг относительно Москвы. И это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками. Мы заставим Кремль платить высокую цену за постоянные атаки на международный порядок. Возможно, в какой-то момент эта цена будет доведена до неподъемной. И так уже случалось. Почему-то вспомнился 1991 год. Наша стратегическая цель поддерживать эволюцию демократической, единой и суверенной Украины. Не сомневайтесь, Крым и Донбасс будут возвращены Украине. Но это будет качественно, совершенно другая страна. Развитая и современная. Богатая и самодостаточная. Обманутые российской пропагандой люди сами захотят этого возвращения. Вступление Украины в Европейский Союз и НАТО – это всего лишь дело времени. Сегодня мы должны помочь нашим друзьям. Они этого заслуживают. Скажу больше, мы с этим народом едины духом, имя которому – свобода. Подписывайтесь на канал, если вы разделяете его тематику и наполненность. Надеюсь, мы не знакомимся. Спасибо.